Долгие летние каникулы Долгие летние каникулы Долгие летние каникулы Если речь идет о химико-биологическом направлении, творческих объединений, связанных с данным направлением, то это направление и летняя школа, практика учащихся рассчитана на школьников 7-11 классов То есть уже такие, в общем-то, сознательные возрасти Да, достаточно сознательный возраст А что касается других направлений, то Людмила Владимировна пояснит, что там ребята занимаются уже с более раннего возраста Да-да-да, доберемся еще Ну да, у нас ребята, в общем-то, те, которые готовятся в первый класс, уже ходят в этом году на летнюю школу Для самых маленьких у нас есть творческие объединения бумагопластики, английского языка, шахмат, шашек То есть, да, начинаем с самых маленьких Потихоньку, то есть вот такая вот, да, вот направления самые разные То есть вот таких вот легких, вроде бы, как творческих, таких, а потому что посерьезнее, посерьезнее, посерьезнее И ребята, родители могли определиться, чего хотят в дальнейшем Как это обучение в летней школе проходит? Ну, всем понятно, что ребята в конце учебного года очень сильно устают И мы стараемся не загружать их лекциями, теоретическими занятиями В основном это экскурсионная деятельность, экспедиции, сбор биологического материала, творческие встречи Знакомство с лабораториями института, работа в лабораториях с биологическим материалом Знакомство с современными приборами и оборудованием Что касается экскурсий, то у нас всегда традиционными являются экскурсии в Севастопольский аквариум-музей Мы тесно взаимодействуем с музеем и организуем такие увлекательные экскурсии Несмотря на то, что ребята часто бывают в аквариуме, каждый раз можно прийти и увидеть что-то новое Потому что аквариум совершенствуется, появляется много новых экспозиций И во время экскурсии ребята не только могут услышать что-то интересное Но и выполнить определенные практические занятия, какие-то провести исследовательские мероприятия Что позволит им расширить свой кругозор и увлечься гидробиологическими исследованиями Также мы гордимся тем, что в нашем институте есть коллекция гидробионтов Мирового океана Это достояние нашего института, коллекционный материал собирается со всех уголков Мирового океана Еще с конца 19 века И ребята с удовольствием посещают хранилище коллекции гидробионтов Мирового океана Где также проводятся лабораторные анализы и занятия Ребята посещают отделы научно-исследовательские нашего института Где знакомятся с сотрудниками института с теми направлениями исследований И могут проводить различные эксперименты в свободной, интересной форме Вы уже говорили, что они могут познакомиться с оборудованием Проводить практические исследования Как это происходит? С какой аппаратурой дают поработать ребятам? В первую очередь это микроскопы Естественно, что в каждой лаборатории нашего института есть микроскопы Есть более серьезное оборудование Помимо того, что ребята занимаются в научных лабораториях нашего института В феврале 2017 года на базе института открылась лаборатория естественных наук Малой академии наук Мы с гордостью хотим сказать о том, что в конце 2016 года Малая академия наук выиграла мегагрант правительства Российской Федерации И часть средств была выделена на оснащение этой лаборатории В этой лаборатории есть микроскопы, бинокуляры, спектрофотометр Различные приборы, которые позволяют проводить серьезные исследования Поэтому ребята имеют собственную территорию для достижения своих научных целей Помимо этого, в институте есть достаточно серьезное современное оборудование С которым можно познакомиться и изучить их функциональные особенности То есть получается все как у взрослых ученых? Все как у взрослых ученых Ну, конечно же, под чутким руководством научных руководителей ребят, сотрудников института Они по своим исследованиям потом работу какую-то пишут Безусловно, да Более целеустремленные, трудолюбивые ребята Они продолжают свою деятельность, выполняя научно-исследовательские проекты Эти проекты достаточно высокого уровня Иной раз даже приравниваются к дипломным работам студентов в биологических факультетах А иной раз уровень даже выше Эти работы представляют на всероссийских и международных конкурсах, конференциях Являются призерами и победителями этих конкурсов Людмила Владимировна, о гранте уже говорили, да? Как еще взаимодействует Малая Академия Наук с этой летней школой в морском биологическом институте? Ну, во-первых, немножко неправильно ставить акцент Это все-таки летняя школа Я надеюсь, Екатерина Николаевна не обидится Это летняя школа все-таки Мановская В первую очередь То, что нас всегда поддерживал и поддерживает институт морских биологических исследований Это огромное спасибо им Дело все в том, что, понимаете, ведь летом ребята Екатерина Николаевна говорит о том, что они устали после школы Мы относимся по-другому Они свободны от школы И вот тут наступает наше время Когда мы действительно ребятам можем... Они имеют такую возможность физиологическую, временную Воспользоваться нашими знаниями, знаниями наших руководителей А мы им такую возможность предоставляем И, конечно, помимо того, что институт проводит занятия с нашими ребятами Которые зачислены в объединение химико-биологического отделения Точно так же институт и нашим ребятам, которые занимаются любым другим направлением Это может быть и ВИЧ-техника Это могут быть самые маленькие ребята Которые, вот я перечислила, в других направлениях занимаются Все равно они идут навстречу нам И предоставляют, проводят такие экскурсии для наших ребят Не обязательно, что все из них пойдут в химико-биологическую Но кругозор расширяется, интересы появляются И появляется интерес исследовать, самое главное Да, действительно, такой хороший стимул, да, в общем-то Вот скажите, пожалуйста, как в эту школу летнюю попасть? Ну, в первую очередь, конечно, это наш сайт Сайт Малой Академии Наук, где размещено объявление Где можно посмотреть, в какое время, где проводят организационные сборы Увидеть весь спектр соответствующий возрасту вашего ребенка Есть контакты Малой Академии Науки Если что-то непонятное, всегда можно позвонить, уточнить У нас, в общем-то, очень благожелательные сотрудники в этом вопросе В том числе, вот, пожалуйста Там все расскажут, какие документы нашли, насколько приходите Да, 658847, пожалуйста, звоните Все вопросы мы ответим С какими еще институтами сотрудничает Малая Академия Наук? Ну, конечно, наш Севастопольский государственный университет Это тоже многолетнее сотрудничество Больше в направлении техническом То есть это компьютерные науки, это математика, робототехника То есть это СевГУ И тоже проводят они большую работу с нашими ребятами Тоже им огромное спасибо за это У вас большая такая база, да? Сколько ребят ходит? Можно даже не точную цифру Ну, я вот честно вам скажу, на сегодняшний момент я еще не видела списков на зачисление То есть вот сегодня 1 июня и списки подаются По прошлым годам это в районе тысячи ребят, которые посещают Это не обязательно, вот, начиная с июня и заканчивая августом Кто-то посещает в июне, кто-то посещает в июле, кто-то в августе Ну да, потому что есть еще лагеря Есть лагеря, но в конце концов наши педагоги тоже нуждаются в отпуске А вот скажите, пожалуйста, вопрос, наверное, каждого мнения хотелось бы выслушать В чем практическая польза от обучения в летней школе? Ну, для родителей начнем, да? Это первое, что ребенок не болтается на улице в то время, когда родители на работе Не сидит в компьютере, не отрывая глаз оттуда Это такой момент оздоровления психологического и физиологического Для ребят, ну, в первую очередь, это, конечно, профориентация Ну, может быть, это очень громко, особенно для малышей Но вот определение сферы своих интересов в любом возрасте, да, конечно, это дает возможность именно летняя школа Ну и мы заинтересованы вот из того потока ребят, которые придут выбрать самых активных, самых деятельных Чтобы уже вот вместе с педагогами Института морских биологических исследований Они у нас еще в августе будут работать с ребятами Чтобы они уже собирали материалы для будущих научно-исследовательских работ Ну вот если Людмила Владимировна говорит, что младшим школьникам тяжело еще определиться с будущей профессией То те ребята, которые приходят к нашему институту, они имеют уникальную возможность Такой профориентации, подбора будущей профессии И очень приятно, что те ребята, которые учатся в творческих объединениях на базе нашего института Они выбирают профессии, которые связаны с химией и биологией Это в первую очередь медицина, ветеринария, биологические факультеты, факультеты экологии, сельского хозяйства И радует то, что многие из них возвращаются в институт, поступают в аспирантуру И продолжают свою научно-исследовательскую деятельность в лабораториях Института морских биологических исследований Бывает, что ребята просто случайно с друзьями за компанию приходят в МАН И увлекаются, наверное, даже больше, чем их друзья остаются и продолжают свою деятельность А вот случалось ли, может быть, слышать такие отзывы от тех, кто, допустим, в том году ходил на летнюю школу Именно вот в ваш институт, что когда я вырос, ту школу закончу, я обязательно поступлю в институт Чтобы потом прийти к вам работать Конечно, даже можем по фамилиям назвать наших призеров, наших победителей всевозможных всероссийских и международных конкурсов Это Мария Зизюля, она учится в университете, в московском университете Это Наташа Тендю, которая стала в прошлом году призером Всероссийской олимпиады по экологии И победителем Всероссийского конкурса юных исследователей Она поступила на биологический факультет Казанского университета И сказала, что продолжит свою деятельность в стенах института Это очень приятно, прослеживается преемственность поколения Думаю, что наука будет ждать новые кадры и новые достижения Замечательно! Ну вот летняя школа, она работает только летом Или когда завершатся эти каникулы летние замечательные, она продолжит свою работу? Ну это уже будет не летняя школа, это будет полноценный учебный процесс С большим количеством теоретического материала, с большим требованием уже к ребятам Мы им даем все-таки летом чуть-чуть расслабиться и побыть детьми А с сентября мы к ним очень строго То есть все как в школе, да? Да, да Учиться дисциплинировано А вот в институт сам летом, в смысле в течение учебного года Можно будет приходить не только в аквариум? Безусловно, в течение учебного года проводятся полноценные занятия С учащимися Малой Академией Наук В таких творческих объединениях, как олимпиадная биология, гидробиология, их теология И в таких интересных направлениях и многим незнакомых, как биофизика, экотоксикология Поэтому ребята проводят лекционные, практические занятия, семинары в стенах института Ну такой завершающий вопрос Они работают только на суше или куда-то в море? Вы их тоже куда-то под присмотром? По технике безопасности, конечно, нельзя ребят брать в море Но мы выходим в бухты и собираем в прибрежье биологический материал Который потом исследуется в лабораториях института И у них есть возможность уникальная посещать научно-исследовательское судно Профессор Ваденицкий Так, ну и еще раз уже в заключении нашего эфира Куда обращаться? Адрес еще раз и телефон Еще раз, пожалуйста Малая Академия Наук находится на проспекте генерала Острякова, 163 Поясню, рядышком с московской школой, чтобы было понятно для родителей Наши телефоны 658847 И, конечно, сайт Малая Академия Наук, sevman.org Ну и поисковик Кто не запомнил наш электронный адрес, пожалуйста, да, обращайтесь Мы всегда ответим на ваши вопросы Какие-то документы особые надо при себе иметь? Нет, ну по закону об образовании, во-первых, мы принимаем всех желающих ребят Уже впоследствии родители пишут заявление и приносят копию документа Это либо свидетельство, либо паспорт, в зависимости от возраста ребенка Еще один технический момент Вот со скольки и до скольки работают школы? И медседулетняя школа Да, вот сейчас во время карибул Вот сейчас мы все равно работаем с 9 до 8 часов вечера Потому что это интересно детям, когда есть у них время Большое спасибо Спасибо вам Это была программа «В контексте» Говорили о работе летней школы, которая действует на базе Института морских биологических исследований Будьте в курсе событий с информационным каналом Севастополя До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok